Всем привет! Мы хорошие, с вами Светлана. И сегодня мы будем тестировать новинки второго каталога. Я вам дам уже достоверный отзыв про вот эти вот жидкие глянцевые помады, про парфюмы, про стойкость. И не только новинки, сейчас будем с вами Global Oxygen Booster тестить. Так, поехали! Купочки мы по традиции тестируем. Давай! Ну давай, давай! Только подальше чуть-чуть от себя, а то сейчас голый ребенок будет в кадре. Ну классно. Тоже с маслами с какими-то, видите? На поверхности ванной масла. Ой, красота. О, запах пошел, да? Да. Вкуснота утонула? Да. Ну что, она так слабо шипит там? А, нет, шипит. Ну вытащи ее, то не видно из-за этой масляной пленки теперь на поверхности. Ага, шипит хорошо. Здорово. Вот эти бумбы мы целых три штуки взяли, новинки. Так, артикул 2718. С Торо Дамора. Ну ничего, так ароматика. Ну что, начинать мы будем с вами с пенки. Я уже вам показывала, что она прекрасно снимает макияж. Но снимать я ей макияж буду не потому, что она это делает прекрасно. Потому что вы знаете, что лучше изначально использовать мицеллярку. Потому что у меня мицеллярка закончилась. Жду заказ, там корейскую интересную заказала. Сейчас немножко ракурс поменяем. Это там ребенок плавает. Все, плавай. Так, пенка у нас с вами Global Oxygen и бустер из этой серии. Пенка у меня уже была. Она крутая. Много раз уже вам про это говорил. Вообще, эту серию очень люблю. Артикул 5807. Не очень бюджетная серия. Но если не знаете, что взять по Фаберлик Лайк. Ну, Катю, ну не бурли хотя бы. Бу-бу. То можно по Фаберлик Лайк взять. И бустер у нас с вами 57,99. Сегодня вот забы хорошее на него в комментариях писать. Сейчас будем пробовать. Так. Надо намочить нам лицо. Слегка. Намочили. И выдавливаем пенку. До завтра мне здесь нравится. Хороший. Пойдем. Тебе пеночку? Тебе на ручку. На. Умывайся. И я на белой носик. В принципе, если мицелляркой макияж снять, то одного нажатия достаточно вполне на все лицо. Ужидка для ансовой помады. Сходит она быстро. Растекаются не все оттенки. Некоторые плотнее, некоторые пожиже. Поэтому надо смотреть. Обзоры, которые у меня попались, они плотные. Обзор, кто не видел на них, ссылка всегда под видео. На разные интересные обзоры Фаберлик. Вот. Я убрала вот эту глянцевость и ходила так. Перекус она не пережила. Все, сразу ее нет абсолютно. И влажной салфеткой с руки, кстати, удаляла, когда вот пигмент немножко на руке остался. Особенно вот этой вот красной. То есть просто влажной салфеткой. Да, сейчас на губах нет, нет пигмента никакого. Нет. Она, естественно, не стойкая. Я не знаю, как можно за счет чего глянцевую текстуру сделать стойкой. Поэтому, конечно, она не стойкая. Вот. Ну, я покупку, естественно, больше не повторю. Я взяла вот так исключительно на обзор вам показать. Ну, буду как-нибудь применять, не знаю. Но губы после нее, кстати, чувствуют себя очень хорошо. Никакой сухости, они увлажненные. То есть в этом плане вообще все отлично. Так, сейчас. Ты чем там бурлишь? Прекращай. Люди не то подумают. С глаз снимаем с вами макияж. Пенка очень хорошо снимает его. Практически не приходится тереть. Растворяет прям здорово. По поводу парфюмов, пока вам рассказываю. По поводу парфюмов мне зашел красный только. Все. Остальные я потом чувствовала, принюхивалась, носила. Нет, однозначно. Нет, прямо однозначно. Но еще над вторым вариантом, кстати, я потом была. Я забыла, какой он там зеленый. Я называю вам и тестировали мы их с вами в порядке очередности в следующем каталоге, то есть по странице. Второй, по-моему, зеленый, если я не ошибаюсь. Он тоже интересный. Тоже кому-то может понравиться. Да все они могут кому-то понравиться, но мне зашел первый. Я, скорее всего, красный буду брать полноразмерку, потому что он притягательный. Для меня он притягательный. Именно его я вижу на Мерье. Вижу на Мерье, да? Мне кажется, так должно быть. Так, все, я пошла смываться. Все, лицо чистое. Что мне нравится в этой пенке конкретно? Оно какое-то заматировано увлажненное. Тон лица ровный. У меня не после всех умывалок тон лица проливный. Тем более в конце дня. Вот оно как-то хорошо выглядит. Оно тышит. Прям вот хорошо. Очень нравится пенка. И чистая до скрипа, но в то же время не пересушенная и влажная. То есть чувствуется, что чем-то мы ее немножко напитали. Так, дальше пустые. Способ применения мы с вами уже читали в обзоре, да? Заказы. С помощью дозатора выдавите небольшое количество средств мягкими похлопающими движениями. Распределите по коже до полного впитывания. И другой способ. Можно на ватный диск нанести, да? И протерите лицо. Третий способ. Нет, я думаю, что не дочитали. Подходит как база под макияж. Сболтали. Она такая не пенка, как в пене, а такая вот жиденькая консистенция. Это по типу, не знаю, пустые, девчонки, тоник-сыворотка, что-то такое. Я прям многовато. Два нажатия, и то многовато. Одного было бы достаточно. Так, пока лицо блестящее, такое еще не впиталось. Написано, распределите до полного впитывания. Распределяем. Помассажировать с ним можно. Он не сильно быстро впитывается. Слегка так. Массажик легенький сделать. Но запах не такой, как у пенки. Пенка, кстати, откручивается. Кто не знал, что можно другую переливать. Нет, нет, не такой еще. Думаю, сегодня бустер тестировала. И думаю, когда мы с вами в обзоре заказуем, какой-то аромат немножко отличается. Так. Это что-то вот типа сыворотки, да. Тоник-сыворотка. Не знаю, что он у нас заменять с вами будет. В принципе, можно и тоник сделать, а потом бустер. Потому что есть такая небольшая липкость. Она даже не липкость, но чуть-чуть вот есть, видите. Она проходит быстро, когда на руке тестировала, пока она есть. По факту. Ну, тоже ровный тон. Еще больше увлажнения. Что нам вообще обещают? Суперлегкое средство для интенсивного увлажнения и тонизирования. То есть, я говорю, это сыворотка-тоник, да, получается. Невесомая пенка при нанесении на кожу превращается в ухаживающую тоник. Он моментально увлажняет и удерживает влагу 72 часа. То есть, если мы с вами не будем 3 дня умываться, то наша кожа будет увлажнена и удерживать влагу. Наполняет энергию, усиливает защитные свойства. Возвращает тусклую, обезвоженную кожу к жизни. Уникальная текстура превращает уход в удовольствие. Швейцария. Результаты клинического исследования. Ничего себе. Слушайте, нет, ну пока классно. Вот что сверху у нас с вами будет. Крем ночной, да, и все. Какой-нибудь нанеси вам сейчас. Какой-нибудь. У меня здесь нет ничего в ванной. Ладно, только с ним. Я сейчас активно пользуюсь ванвик мирком. Никак не кончается. Я каждый день пользуюсь и дневным, и вечерним, и сывороткой. И никак не кончается. Вот еще липкости есть. То есть, нужно дать время. Если одно нажатие, может, это дело побыстрее бы пошло. Но она даже с каким-то сиянием теперь кожи. Видите? Здорово. Какая-то прям ровненькая, такая хорошенькая. Мне очень нравится. Буду тестировать дальше. Буду смотреть в обзоре каталога. Я вам всегда подробные отзывы на новинки, которые мы с вами до этого тестировали. Даю. То есть, когда уже продолжительное время протестировала что-то, то да. Кстати, в прошлом заказе у нас был с вами лосьон, обновляющий ночной сахар кислотами. Это вообще любовь, девчонки. Артикул 12.14. Он просто потрясающий. Не знаю, после него такая кожа крутая. Я иногда его иду только на ночь. Я еще и на день его использую как тоник. Тоже тон выравнивается. Какое-то моментальное увлажнение. Она какая-то красивая сразу становится. Еще-то потрясающий лосьон. Кто не пробовал, я вам рекомендую линейку Эксперт. Обновляющий ночной лосьон сахар кислотами. Кислотный уход. Пока еще у нас солнышка мало. Надо использовать. Я прям в диком восторге. Это любовь. Моя любовная. Да. Один из любимых продуктов. Теперь почти впиталась. Когда впитывается, кожа прям какая-то становится гладкая. Не то, что бархатная кожа, а какая-то вот гладкая. Здорово. Мне пока очень нравится. Не зря взяла. Слушайте, прям довольна все 100%. Так. Что хотела вам еще по новиночкам сказать? Раскидала их по ванной? Нет, котенок. Это не новинка. Это вроде пшикать. А. Вот это мужская серия. Я сейчас буду, я что-то не хочу как-то голову мыть с этим средством, если честно. Хотя, ну, потом, может быть, попробую шапунь от перхотес. Вот этим я сейчас схожу в душ. И аромат бомбезный. Это страсть. У нас с вами артикл 2775 нового мужской линейка. Мне очень нравится аромат. Он, правда, конечно, мужской, прям мужской. Но мне хочется его потестировать. Сушить, не сушить и так далее. Здесь гелевая прозрачная текстура. Здорово. Так. Ну, по-моему, на сегодня все у нас с вами из ухода. Больше ничего у нас нет. Про помаду вам сказала. А, по поводу стойкости. А руки мыла, посуду мыла миллион раз уже и так далее. И вот умывалась, да. А наносила я вот сюда, тестировала. То есть вот где постоянно вода бывает на руках. И где-то стойкость часа четыре. Потом остается легкий-легкий отголосок. Буду дальше тестировать на одежде. Смотреть, как на одежде. Сегодня на ночь, может, нанесу, который понравился, красненький. Да, и посмотрю, останется ли с утра. И завтра я тогда расскажу. А пока, спок. А пока. Всем доброе утро. Отзыв на красный аромат. Нанесла на майку, в которой спала. И это, наверное, стойкость до стирки на одежде. Потому что аромат не только, когда принюхиваешься даже, но и шлейф окружает. Вот когда ходишь, передвигаешься, как бы пахнет классно. Мне нравится. Я, скорее всего, буду красный брать полноразмерку. Девочки писали в комментариях, кто-то писал, что похож на Ренату Красную. Но я не знаю. По мне, нет. Но я Ренату уже не помню. Может быть, какой-то отголосочек там и есть. Хочу потестировать, поносить еще сегодня второй зелененький. Не зелененький. Нет, зеленый. У нас там сладочный. В общем, как второй. Потестирую, поношу. Посмотрю, как на одежде. Пойдем гулять сегодня. Посмотрю, как на улице раскрывается. Интересно. Может быть, тоже понравится. Буду думать. По поводу мужского вот этого геля для душа и шампуня «Страсть». Вчера я с ним приняла душ, скажем так. И все отлично. Запах классный. Причем он держится на теле какое-то время. Да, ложилась спать, потому что еще его на коже ощущала. Он классно пенится. Как бы все хорошо. Никаких нареканий к нему нет. Сегодня пойду еще гулять с вот этой жидкой, лаковой, хочется сказать, помадой на губах. И посмотрю, как она будет себя вести. С красной, скорее всего. Вот. И потом вам тоже расскажу. Оставлю отзыв. Уплывет, не уплывет. Нанесу прям без карандаша. И пойду. Посмотрим. И по поводу волос. Да, я постриглась. Но про стрижку расскажу чуть попозже во влоге. Краска это девчонки 8-11, которой я красилась в последний раз. Лореаль. Она мне очень нравится пока. Но она темная, потому что я покрасилась только вчера. Они потом посветлеют волосы. Они потом станут гораздо светлее. Но не гораздо. Но вообще это очень пепельный блондин. Да? Вот. Я ее второй раз уже крашусь. Мне она понравилась тем, что она волосы не жжет. Фаберлик мне все-таки жжет волосы сильные. Так как я отстригла сейчас весь свой сухостой. Волосы у меня в хорошем состоянии. Вчера написали, что сильно блестят. Но только покрасилась девчонки. Но я нездоровая. Практически у меня вот уже неживых волос нету. Поэтому отхреначилась. Вот. Так что это 8-11. Лореаль. Но она будет потом светлее. Это только вот вчера я покрасилась. Очень нравится. Беру на Валберис. По совету кого-то из вас, кстати. Потому что первый раз я вам огните за 300 с чем-то. На Валберис она где-то порядка 270 рублей. И я заказала уже еще одну. Чтобы она у меня всегда была. Потому что корни отрастают быстро. Они седые. И вот корни, кстати, они светлее. То есть такие, как вот и должны быть по этому цвету. Основная длина темноватая. Но все зависит от базы. Если вы на совсем осветленные волосы положите, то будет как раз то, что надо, наверное. Так что вот так. Еще вчера был вопрос по поводу ковриков и берлик. Да, вот видите, какая у меня потрясающая плитка на полу в ванной. Он великолепный. Он просто великолепный. Он, я его еще ни разу не стирала. Правда, мусор собирают, но ничего. Это я краской на это вчера уделала. Он толстый. Это во-первых. Во-вторых, он как бы прилипает к плитке. То есть вот вы душ сходили, чуть-чуть мокрыми ногами наступили. И все, он к плитке прилип. Его не сдвинешь. Вот видите, я толкаю. Вот, сильно толкнул, уже сдвинуться, и то обратно хрен подвинешь. То есть у меня ковриков было великое множество в своей жизни, но вот такого хорошего не было. Поэтому он очень классный. Он мне очень нравится. Прям я, конечно, погорячилась с цветом, но я потом обновлю. Я куплю бежевый, потому что это сейчас у меня ванна в таких тонах, в голубых. Вот такой цвет. А потом будет в светлых, в бежевых, скорее всего. Вот. Так что он классный. Вот его просто так вот не подвинешь, да? Он хорошо прилипает к плитке и вообще не скользит. Самый лучший коврик, который я пробовала. Я вам очень рекомендую. Ну что, девчонки, по ароматам. Все-таки красный для меня однозначно фаворит. Черный он может быть приятным. Я его, кстати, на себе поносила тоже. Они все достаточно стойкие. Вот уже перед сном на одежде я все равно ощущаю еще красный. Черный на себе поносила, потому что тоже захотелось попробовать. Как он будет раскрываться. Он не такой многокранный, как остальные, но тем не менее интересный. Для мужчин 30-40 лет, мне кажется, подойдет. Может, многим даже понравится. По поводу жидкой глянцевой помады. Она потихоньку съедалась. Причем изнутри в течение дня. Ну, сколько я гуляла, да? Потом я пришла домой, ее смыла. И губы после нее в хорошем состоянии. Вот это вот мне понравилось. Это прям большой плюс. А сходит она так вот не очень равномерно изнутри. Она тут скатывается в волосочку. И не очень красиво. В принципе, когда сделаешь потом так, более-менее нормально опять становится. Ну, кто любит глянеть, можно взять попаловаться. Я брать точно не буду. Ну, на этом все. Мои хорошие видео буду заканчивать. Всех люблю. Целую. Ссылка на регистрацию всегда под видео. Проходите, регистрируйтесь. Будем общаться. Всех люблю. Целую. Всем пока-пока.